Сейчас мы будем проверять реакцию датчика дактилоскопического на скорость его срабатывания. Одна камера будет снимать заднюю стенку, когда я прикасаюсь. Верхняя камера будет снимать тот же момент, когда я прикасаюсь, только с обратной стороны, как включится экран. Я потом наложу это видео друг на дружку и звук совмещу, и вы будете видеть, как быстро реагирует датчик дактилоскопический. Итак, поехали. Раз, два, три. Далеко не сотая секунда, но все-таки быстро. Еще раз. Раз, два, три. А, ну да. Двойной тап. Тут есть камера должна запуститься. Все прекрасно. И тап во время запущенной камеры делает снимок, между прочим. Так, смотрим еще раз. Датчик виден. Раз, два, три. Очень круто, и даже без вибраций почему-то разблокируется. Обычно я привык к тому, что при этом еще вибрирует слегка телефон, чтобы вы не глядя могли понять, что включили его. Ну, к примеру, вдруг такое понадобится. Так, еще раз. Гатим. Раз, два, три. Раз, два, три. Не приложилось. Раз, два, три. Раз, два, три. Началось. Так. Раз, два, три. Да, прикасать надо не просто чуть-чуть на долю секунды, а нужно нажать и держать полсекунды, чтобы сработало. На Xiaomi Redmi Note 3 мне показалось, что чуть пошустрее срабатывает, гораздо четче. Ну, в принципе, степень прижатия пальца – это не так радикально важно для датчика приближения. И главное, чтобы срабатывало не на чужие пальцы.